Врачам поставили жесткий запрет в лечении больной раком Заворотнюк. Онкоцентр, где сейчас находится артистка, отказался от сторонних консультантов. Медики планируют своими силами бороться с коварным раком у Анастасии Заворотнюк. Частная клиника в Москве, где проходит лечение звезда сериала «Моя прекрасная няня», разрешает привлекать сторонних врачей для консультации. Поэтому несколько крупных больниц и научных центров предложили выделить опытных докторов в помощь Анастасии Заворотнюк. Однако после консультации руководства частного онкоцентра с родственниками знаменитости на экспертное мнение со стороны был поставлен жесткий запрет. Других специалистов не будет, лечение организуют своими силами, пишет телеграм-канал Мэш. Согласно некоторым данным, вчера, 19 сентября, Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» пришла в сознание после кома, отека мозга и осложнений в виде пневмонии и полиорганной недостаточности. Теперь артистка дышит самостоятельно. Ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Публикация фотографии из Инстаграм. Медики оценивают состояние звезды как тяжелое. По некоторым данным, вскоре Анастасия Заворотнюк ожидает операция. Продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе и хирургическое. Да, удаление опухоли возможно даже в таком тяжелом случае, говорят эксперты. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Не друг ты мне. Зеленский отшил подхалима Лукашенко. Беременная Миронова раскрыла правду о тайном муже. Деградация. На Украине признали поражение после прихода Зеленского. Растет не по дням, а по часам. Собчак сообщила радостное известие. Сухостой. Рудковскую отделали под орех за голые ноги. И многое другое.